Девочка-пай Продолжаем рассказ о новинках франкфуртского автосалона. Как уже было сказано до этого, посетители выставки не дождались некоторых премьер, которые были заявлены ранее. Концепт-кар под названием Этери уже был показан публике ранее, но тем не менее здесь, во Франкфурте, он все равно является главной изюминкой стенды Инфинити. Примерно так будет выглядеть самый маленький из автомобилей этой марки. Что интересно, к какому классу он относится, до сих пор не могут ответить даже его создатели. Это хэтчбэк или кроссовер, или что-то между. Это уникальный в своем роде автомобиль. И пропорции кузова, как вы можете видеть, однообъемные. Интересно в этой машине и то, что это самый маленький Инфинити. Нам нужна маленькая машина. У нас есть европейский рынок, люди хотят небольшие автомобили. Поэтому одна из причин, почему мы показываем Этерию, потому что мы входим в сегмент более компактных машин. Это шоу-кар, но мы сможем запустить его в производство в течение двух лет. Так что это уже не так долго. Машина получилась и впрямь интересной. На мой взгляд, до звания кроссовера Этерия явно не дотягивает. А вот имидж стильного премиум хэтчбэка ей в самый раз. Учитывая, что эта модель будет самой маленькой в модельном ряду компании, с кузовом хэтчбэк и будет являться гибридом, можно предположить, что она станет своего рода конкурентом недавно появившемуся Lexus CT. Очевидно, что столь футуристичный концепт-кар явно не дойдет до конвейера в таком виде. Но основные стилистические решения уже можно встретить на серийных моделях Инфинити. Достаточно взглянуть на обновленный FX или перспективный JX. На них уже присутствует новая фирменная решетка радиатора и характерная форма задней стойки. В длину Этерия достигает чуть меньше 4,5 метров. Привод осуществляется на передние колеса. Гибридная силовая установка включает в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в тандеме с вариатором и электромотором. Куда более реальной, а вернее серийной, является следующая новинка, которая буквально затерялась на стенде среди окрашенных в один цвет серийных моделей. То, что это необычный седан М-серии, выдает лишь надпись на его борту. Это первый в истории марки Infiniti автомобиль с гибридной силовой установкой. Infiniti – это автомобиль с динамичным характером, поэтому гибридная технология – это прекрасная возможность достигнуть максимальной производительности. Здесь устанавливается V-образная бензиновая шестерка с электромотором. Это дополнительная мощность и крутящий момент, а значит и максимальная отдача от силовой установки. Infiniti M35H – одна из наиболее мощных Infiniti на рынке. И это самый быстрый Infiniti. Разгон до сотни занимает всего 5,5 секунд. Мы смело можем уверять, что наша гибридная система абсолютно оригинальна. При этом она очень проста. Это так называемый параллельный гибрид, то есть полноценный гибридный привод. Вы можете ездить в полностью электрическом режиме. Здесь есть два сцепления. Первое – сухое, находится между бензиновым и электромотором, которое необходимо для того, чтобы разъединять двигатели между собой. И второе устанавливается позади коробки передач. Это мокрое сцепление и служит для распределения крутящего момента между колесами. Мы не стали использовать гидротансформатор, как многие конкуренты, поскольку он съедает определенное количество мощности. Мы старались извлечь из подобной системы максимальную производительность. Плюс к этому мы применили энергосберегающий электроусилитель руля и систему климат-контроля, и еще ряд других агрегатов, позволяющих достигнуть максимальной эффективности силовой установки. В Европе новинка уже продается. До России она обещает добраться в самое ближайшее время. Что касается стоимости, то российские цены пока не объявлены. Но если провести аналогию с европейскими, то за гибридную М-ку немецкие дилеры просят на 6 тысяч евро больше. На фоне 60 тысяч, которые стоит базовая негибридная машина, это не так уж и много. Зато М35H яркий пример того, что гибриды перестают быть скучными и безвкусными машинами для экономных. Переходим к следующему экспонату. Этот Infiniti FX можно назвать поистине уникальным. Он существует в одном единственном экземпляре. Изготовлен он для гонщика Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Кстати, и носит его имя. В разработке и постройке этой машины принимал участие сам Себастьян. Сначала было составлено техническое задание. Поскольку гонщик является владельцем FX, он хорошо знаком с достоинствами и недостатками этой модели. Поэтому он указал на то, что машину необходимо облегчить, изменить настройки подвески и увеличить прижимную силу. Таким образом, за счет применения карбоновых деталей внешной отделки, переработки салона и использования облегченных агрегатов ходовой, вес машины удалось снизить на 40 кг. Установленный на кроссовер аэродинамический обвес решил проблему с прижимной силой. А новые настройки двигателя позволили сделать этот FX самым быстрым Infiniti. Электронный ограничитель установлен на отметке 300 км в час. Коробка передач обзавелась более длинной главной парой, а сзади установили активную подруливающую подвеску. Дорожный просвет существенно понизили. Разумеется, говорить о том, что эта машина пойдет в серию, не приходится. Изначально было ясно, что FX Fettel Version так и останется шоу-каром, созданным в единственном экземпляре. Соседний с Infiniti стенд Сузуки тоже оказался скромным на новинке. Единственным привлекающим вниманием экспонатом стал белый Сузуки на подиуме. Это новый Сузуки Свифт Спорт. Многие помнят старую версию Спорт на базе предыдущего поколения Свифта. Она тоже, кстати, продавалась в России. Здесь устанавливается 1,6-литровый мотор в отличие от двигателя объемом 1,2 литра на обычной машине. В отличие от стандартного Свифта, мощность спорта составляет 136 лошадиных сил вместо 93. И передняя, и задняя подвески усилены и перенастроены, учитывая большую мощность, а значит и большую скорость. Трансмиссия предусмотрена только шестиступенчатая механика. На обычные Свифты она не устанавливается, полноприводной версии не будет. Основными покупателями этой новинки японцы видят молодежь, ведущую активный образ жизни. Которой необходим яркий динамичный автомобиль небольшого размера и за разумные деньги. Вопрос о продаже Свифт Спорт в России пока остается открытым. Хотя в той же Германии машина уже поступила в продажу. Дело в том, что цена на мощный Свифт не сможет быть адекватной из-за наших таможенных тарифов. А это явно не в пользу новичка. Тем более, что соревноваться ему на рынке придется с Фаби РС и Фиестой СТ. Благо, что у конкурентов продажи этих моделей не так уж и успешны. Не готов наш покупатель покупать дорогую маленькую машинку. Пожалуй, самой долгожданной премьерой франкфуртского салона стал новый Хонда Цивик. Автомобиль получил полностью новую внешность, но при этом сохранил 100% узнаваемость. На автосалоне была показана лишь пятитверная версия. Седан для Европы недоступен, ведь он является переработанной модификацией американского Цивика, продаваемой в России. Новая модель наверняка вызовет много споров относительно преобразившейся внешности. По меньшей мере, выглядит он непривычно. Хотя, может это и не так плохо. Интерьер тоже остался узнаваемым. Сохранилась привычная архитектура. Здесь все тоже двухъярусное расположение приборов. Снизу находятся основные приборы, спидометр, тахометр и так далее. Сверху находится информационное табло, куда выводится информация о мультимедиа-системе, климат-контроле и так далее. Также осталась вот эта характерная центральная консоль, переходящая в подлокотник со всевозможными ящичками, подстаканниками и так далее. В общем, находясь здесь внутри, понимаешь, что это Цивик, хотя и обновленный. На мой взгляд, здесь стали получше материалы отделки приборной панели, чуть-чуть получше подгонка деталей и какое-то большее внимание к мелочам. В общем, настоящее новое поколение. Машина стала лучше, интереснее, во всяком случае, изнутри. Помимо нового Цивика, японцы привезли во Франкфурт Инсайт 2012 модельного года. Незначительные изменения коснулись внешности автомобиля. Подверглись рестайлингу передний бампер, решетка радиатора, дверь багажного отделения и сзади появился тоненький спойлер. Но главные изменения произошли внутри. Машина получила переработанную гибридную силовую установку, благодаря чему были улучшены показатели экологичности и экономичности. Теперь выбросы СО2 составляют всего 96 граммов на 100 километров, против 105 граммов прежде. Занявшие добрую четверть целого павильона, киевцы выставили, наверное, все свои модели. Среди них можно было заметить и новый трехдверный Рио, и седан Оптима. Но в центре экспозиции было шикарное спортивное купе с незатейливым названием GT. Концепт GT – это новый шаг для меня. Порой я даже говорил себе, что я никогда такого не делал. Это четырехместный, четырехдверный спортседан. Он имеет спортивные пропорции, он заднеприводный. У него длинный капот и смещенная назад кабина. Эти пропорции свойственны классическим спорткарам. Но при этом он вполне практичен и просторен. На мой взгляд, эта модель может стать новым шагом для Киа в новый сегмент, а значит, поможет обрести новую аудиторию покупателей. Для меня это проект мечта. Это тот автомобиль, который я хотел бы водить. Этот проект я делал с большим удовольствием. И особенно приятным было осознание того, что он достаточно реален. И вполне может быть воплощен буквально завтра. Но это мечта. Хотя мечты имеют свойство сбываться. Концепт-кар построен на платформе брата по концерну Genesis Coupe. Логично предположить, что если автомобиль аналогичный GT увидит свет, он станет как раз конкурентом Hyundai'евскому купе. Но пока что это всего лишь красивый концепт-кар, в котором воплотили свои самые смелые фантазии как дизайнеры, так и инженеры. К примеру, мы пытались максимально упростить и минимизировать органы управления для водителя. Взять климатическую установку и переключатель скоростей. Мы решили интегрировать селектор коробки передач в кнопку запуска двигателя. В случае, когда надо ехать активно, водителю достаточно вытащить ее и переключать передачи вручную. Конструкция этого механизма схожа с аналогичными переключателями на истребителе. Или, допустим, дисплей климатической установки. Мы разместили его под углом к водителю, и он может выбирать, в каком окне отображать эту информацию. Точно так же туда могут выводиться и показания мультимедиа-системы. Ну а в случае необходимости все приборы могут выключаться вообще. Причем создается такое ощущение, что их нет вовсе. Мы попытались создать такую атмосферу и стилистику в машине, чтобы ее обитатели чувствовали бы себя в салоне какого-нибудь роскошного лайнера. Кстати, раз уж разговор идет об азиатских производителях, стоит упомянуть и о китайцах. Тем более, что один завод из Поднебесной все-таки выставился во Франкфурте. По соседству со стендом ее мобиля обосновалась экспозиция марки Чанган. Главным шоукаром служил стильный концепт под названием Sense Sport Sedan. Хотя, как водится, у китайцев никакой информации о новинке не было. Ну а на этом мой рассказ подходит к концу. Передаю слово своим коллегам. Субтитры подогнал «Симон»